Всем привет, ребят! И сегодня мы продолжаем изучать ROS. Сегодня мы поговорим о таком инструменте, как сервисы. Но для начала давайте вспомним, что мы раньше разбирали такой инструмент, как топики. Модель топики является направленной и подразумевает непрерывную отправку или получение сообщений. Например, такой способ коммуникации подходит для датчиков, которым требуется периодическая передача данных. Несколько подписчиков могут получать сообщения от одного издателя и наоборот. Но сегодня мы пишем простой сервис. Модель коммуникации в режиме сервис представляет собой двунаправленную синхронную связь между клиентом, сервис клиент, создающим запрос, и сервером. И, например, такой способ можно использовать для периодической передачи данных. Или когда существует потребность в синхронной связи. Режим запрос-ответ. Сервер отвечает только тогда, когда есть запрос. В отличие от модели работы с топиками, модель сервис работает с одноразовым соединением. Поэтому, когда цикл запроса и ответ завершен, соединение между двумя нодами будет прервано. Формат запроса и ответа задается специальными парными сообщениями, в которых есть два сообщения. Первый для запроса – Service Request. Второй для ответа – Service Response. Ну что ж, давайте начнем делать новый проект, в котором реализуем сервис. Мы включаем ROS, переходим в папку, где хранятся все проекты, и создаем новый пакет, указывая его имя и прописывая зависимости. То есть мы здесь должны указать то, что мы пишем на питоне, ну и на всякий случай подключим C++. Проделение откроем в проводнике папку проект, чтобы видеть все изменения. Мы сейчас должны создать папки для нод, сообщений и сервиса. Теперь прописываем тип сообщений, которые мы будем передавать. Переходим в папку с сервисами и создаем файл сервиса с расширением.srv. Назову я его Messages. Теперь откроем этот файл и пропишем тип сообщений, которые мы будем отправлять. Здесь мы пишем тип переменной и ее имя. Затем мы перечисляем все переменные, которые хотим передать. Затем ставим три дефиса и пишем тип сообщений, которые нужно отправить в качестве ответа. Но перед этим давайте сверимся с таблицей, в которых показаны типы передаваемых сообщений. После этого я создал в папке с нодами два файла с расширением .py. Один файл — это сервис, второй файл — это клиент. Далее идет скучный и неинтересный процесс написания кода. О том, как работает данная программа, мы поговорим буквально через минуту. А пока что заглянем в наш проект, а именно в папку src. Там найдем папку srv. Тут у нас есть файл с именем нашего сервиса. Откроем его и посмотрим, что внутри. Внутри у нас есть два класса. MessageRequest, который описывает функции запроса сервиса. И класс MessagesResponse, который описывает формат ответа. И на это надо обратить особое внимание. Чуть позже мы еще к этому вернемся. Потом еще немного доделываем код. И тут я столкнулся с такой проблемой, что я пока что не знаю, как передавать вместе числами еще и текст. Поэтому я снова открыл файл Messages и убрал оттуда строку с текстом. Я сохранил файл и пересобрал проект командой make. Это нужно сделать, чтобы ROS себя перенастроил под новый формат сообщений. Откроем и проанализируем файл клиента. С самого начала мы импортируем библиотеку RosLib. Займем импортируем библиотеку sys. Указываем имя манифеста. Подключаем файл с именем сервиса. Далее переходим на основную программу. Тут у нас идет запуск потоков ввода данных. Если данных три, то присылаем переменам x, y и z соответствующие переменные. Иначе выводим сообщения из функции usage и прекращаем работу программы. Вводим эти значения и печатаем результат работы функции addTreeClient, в которой мы передаем эти значения. Функция addTreeClient работает следующим образом. WaitForService ждет начала работы сервиса с именем addTree. Здесь мы задаем обработку исключений. И если все хорошо, то создаем объект addToInns, в котором содержится и имя сервиса, и имя сообщения. Теперь создаем объект resp1, в который передаем переменные x, y и z. И в качестве ответа возвращаем из объекта некий результат с именем sum. Это имя указано в файле сервиса в качестве ответа. Теперь переходим в файл сервиса. Начало у него точно такое же. В основной программе работает функция addTreeServer. Эта функция запускает ноду с именем addTreeServer. Затем мы запускаем сервис с именем addTree, имя сообщения или услуги messages, и функции обработчиком. Функция handleAddTreeEats принимает на вход объект, rack, то есть запрос, который отправил клиент на обработку сервиса. В этой функции мы выводим на дисплей числа, полученные от клиента, и выводим их в сумму. А также возвращаем сумму этих чисел в качестве ответа. Слева в консоли мы можем наблюдать результат работы клиента. Но вначале мы должны, конечно, запустить сервис, не забывайте об этом. На сегодня это все. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. И еще хочется сказать, что пока что у меня под рукой нет ни одного робота. Если ничего не изменится у меня с моим оборудованием, то в ближайшее время будут выходить видео про РОС, электротехнику, и, может, еще какую-нибудь тему буду развивать. Посмотрим. Не болейте, друзья, и до новых встреч. Пока.